Прошу прощения по поводу задержек. Дело в том, что организаторы попросили сделать 10 минут задержку. Я поставил. Наши европейские коллеги поставили 3 вместо 10. И теперь меня просят сделать 3, но я не могу сделать 3, пока идет поток. То есть это надо просто ждать 13 минут. Прошу извинить, я сделал, что просили. Ребят, все, возвращаемся к игре. Небольшие технические у нас проблемы. Ксикса против Стансивки. Стансивка уже достал банан и играет на ханте. А Ксикса... Собственно, наш шикарный секрет Паладин, который в первом матче показал просто очень крутую игру. Видимо, на столе стоит ли про гном у Стансивки. Ксикса Хаунтед Крипер. В принципе, нормальный старт для обоих игроков. Сейчас думает Стансивка, что же ему разыгрывать. Думает он насчет секрета. Очевидно, бить. Или не бить. Да, страшно бить. Не знаю, что там. Может быть там и блокер, или рез, что тоже не очень хорошо. Ну, я думаю, бить надо в лицо. Поехали. Да, в любом случае, ну, Паука я бы не разбивал, я бы пробил, наверное, лицо. Скорее всего, там будет, конечно же, защитник, который убьет ли про гнома, защитив фейс своего героя. Нет, он играет секрет. Даже не стал ставить Паука. Интересное решение. Пассивное, на мой взгляд. То есть, Стансивка не ударила. Я бы, наверное, пошел, если бы этого вызвало еще всадника, наверное. Ну, всадника с монеты, тогда у тебя на следующий ход, возможно... Ну, или Паугуф поставить можно было. Ну, я бы не стал пассивно играть. Играя с рукой, с двумя, с пылами, через таунты, которые идут в лицо, через чаржером и с пауками, не идти сейчас ли прогномом вруть лицо, вот с такой вот рукой, я не знаю, ребят. Да, в любом случае... Называйте меня плохим игроком, там, стримером и так далее, я не понимаю. Сложно. Я, честно говоря, тоже не совсем понял задумку Стансивки, тем более, что в любом случае этот секрет придется снимать рано или поздно. Вряд ли ты снимешь его более как-то выгодно. Поэтому, ну, немножко странно выглядит это решение. Ну, да, ты сейчас снимешь, а это тем более видишь, не этот был, даже не защитник. Вот только сейчас заходит у нас Noble Sacrifice, Freezing Trap, токен отправляется в руку. Все очень здорово от DexX в данный момент. Да, да, все отлично. Такого там вся рука в спылах просто, жесть. Вот еще и Блокер, и Avenger. Ну, тут один... Знавнитый Miracle Hunt. Тут я не знаю, как отсюда надо забираться просто с пылами в руке, когда упало еще 22 хп. И все, что он не выставит, будет тут же убираться. Но не знаю, ребят. Но не знаю. Ну, посмотрим, может сейчас как-то станцифка удивит, я не знаю. Тут уже 100% будет защитник, который не позволит пробить лицо своему герою. Поэтому, ну, не знаю, призыв питомца, кабан будет плохо, Haunted Creeper, подбилка, знаю, возможно. Нужно отметить, что уже стол захватил полностью паладин. Ну, сижу с пылами, блин, что делать? Квикшот давать, а по 30 лет, а просто жесть. Там и Avenger. А дальше Квикшот, да. Во-первых, Avenger, тут пауков, очень вероятный нарез. Я думаю, пауки выстрел просто. Ты выстрел, самое-самое простое решение здесь. Даже убивать ничего не хочу. Оно пассивное, оно как бы, а что делать? А что делать? Нет. Размен пауков, выстрел добивает призрачного паука, еще топилка, не убивает паука. Но я бы разменялся, наверное, да, размен. Да, конечно, тут можно все что угодно делать. Еще баф есть на руке, сейчас что-нибудь пробафает бабл и пойдет лицо. О, смотри, можно дать чарджера, можно еще монетка, там, хрюшку вызвать, пойти в лицо на 4. Но все это уберется. Очень нужны собаки. Здесь бы с танцевки помогла бы связка жонглер-собаки. Но, как мы видим, нету ни того, ни другого. Просто хотя бы спустить собак, заклинание было бы неплохо. Но, к сожалению, нет. Придется смотреть, плакать. Думать, выпускать все-таки серебряного всадника, биться в защитника, выстрел получится еще. Я не знаю, получит ли сейчас на 6-й ход заветную карту, но это будет капец. Если он не улыбнется, я не знаю. Так, первая веревка Пум за весь сегодняшний день. Миша. Сложное решение. Решает играть призыв питомца. Миша, он ходит на стол. И нет. Нет, репитанс. Так, идет баблера, да? Баблера, меняемся. Решать королей, меняемся. Репитанс. Ну смотри, если он сейчас сыграет репитанс, то, по сути, будет почти полная елка без, даже без загадочного претендента. Ну да. Я имею в виду, без выхода просто. Да, 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 да. Но он все равно нужен. 6-6 на столе. 6-6 за 6 маны. И плюс еще прокурор. Счет как-то ванила Тес со скрипом проходит. Да, да, да. 6-6 за 6 маны. Что-то слабенькое. Слабенькое. Ты летела магму ярости. Это да. Так, выходит на стол у нас крошер, который будет покаянием. Минус 2 хп. Не сильно страшно. Но смотри, на самом деле 16 хп у паладина. И в руке у нас при наличии зверя, которого пока еще нету, 13 демэджа остается. Паладин убивает на следующий ход. Паладин убивает на следующий ход. 100%. Да, не хватает по сути одного хода стансивки. Если зайдет сейчас какой-то дешевый зверь. Если зверя нету, то тут и близко даже никаких шансов остается. Не остается. Жонглеры просто расстреливают. Все. Вот зайдут, если кто. Собаки может как-то. Собаки, не все равно. Подожди, собаки. Килл команд. Выстрел, квикшот. 8 в лицо. Плюс 1 собака на блокер. 6 собак. Не получается. 2 офф уходит. Даже собаки не уходят. Подчистить как-то, возможно, подмогут. Ну, тут и близко даже не собаки. Тут не получится почистить. Савенжами тут нереально. Все. Да, теперь это безысходность. По сути, поражение для охотников в любом усквале. Подобный стол не зачистишь никак. Летал тоже не находится здесь. Даже и близко. Сейчас просчитает все варианты с интенсивкой. И, скорее всего, нажмет консид. Ну. Так. Даже, я не знаю, я просто пытаюсь забраться в голову и думать, о чем сейчас думают. Может, он фейсбук просмотрит? Он так смотрит. А, о, выиграл, вернулся. Ага. Так, ага. Думаешь, что у меня на столе. Почту читаю. А здесь 6. А здесь у нас 4, 10, 11, 14, 15, 16 урона. У меня 8 хп. В 2 раза больше урона, чем у меня хп. Давайте проверим. Вот так вот на авэ. Кажется, я проиграл. Авэнжик сюда. Квикшотик у нас идет в жонглера. И, в принципе, не так все плохо. Шанс есть. Все-таки прожимает кнопку. Консит у нас, консивка. Заветно. Мой любимый кнопку. А это 0,6. Ну, ребят, вот так вот. Паладин. Секрет Паладин. Только не надо там, что. Ой, секрет Паладин на турнир пошел. Я бы не взял его на турнир. Да-да-да. Когда тут идет речь о энной сумме денег. Знаете, ребят, я думаю, вы бы попросили 3 колоды секрет Паладина сюда. Там все бы сразу колоду вспомнили. Там и Шаманы, там, и Секрет Паладина, и Берлик. Ваня, ты делал Стоп Старт, сейчас просто стрим отвалился. Да. А, все-таки нормально, все попало. Я не могу поставить. Окей. Я же говорил, мне спросили. Я просто на всякий случай спрашиваю. Я поставил 10, европейский трансляция поставила 3. Я сказал, почему так? Ну, это нормально, когда просят 10, но поставить 3, это норма. Мне говорят, что-то ты поставь 3. Я говорю, я не могу, у меня трансляция идет. Ну, ничего, ребят, бывает. Всякое случается. Да. Так, второй матч у нас Арксикс выбирает Разбойника, Станцивка садится на Чернокнижника. Играет он Сквайра Авангарда в своей дехе. Весьма неплохой такой липкий первый игрок. Ну, решает он зайти сразу же с монетой Черного Археолога. Ну, неплохо. Кстати, Рожка-то неплохо с Зушками играет. Да, весьма, весьма за счет большой. Ты, скажем так, я даже не знаю, как тебя обозвать, профессиональный игрок на Золоке. Вот ты что думаешь, когда против тебя Рога выходит? Нравится тебе это или нет? Ну, я бы не сказал. То есть у Рога хорошо играет с Зушками, это правда. Все равно можно задавить, если не придут фанкции. Можно, но Зушка может задавить практически любой класс. Ну, смотря, опять же, какие версии. Я сейчас вообще там пробую разные версии играть. Там всякие манипуляторы, не манипуляторы, а эти механоусилители или Лерои, без Думгвардов. Ну, короче, разные версии. Более агрессивные, там, менее агрессивные и так далее. Но факт в том, что Зушка может практически любой класс задавить, если будет заход нужный. Вообще, Колода, смысл Колода в чем? Ты контролируешь, занимаешь стол, отконтроливаешь стол, ну и, собственно, убиваешь оппонента. И очень сильно Зушка страдает от колод, у которых есть хорошие массовые зачистки. И Рогу можно отнести к этому классу, причем недорогие эти сплы у нее. То есть имеется в виду, конечно же, веер и клинков, вот, фан оф найтс. И, допустим, какой-то пробаф на оружие и плейт в люли. Ну вот сейчас уже есть училка, препы, сейчас зайдет какие-нибудь там ивики фаны. Ну, я не знаю даже. Будет проблематично. Действительно, я не совсем понял, почему Станцевка начал играть через монету черного археолога. То есть, ну, как бы, ты можешь словить сразу же, допустим, тут же Бестер. Почему он не сыграл, допустим, Сквара Вангарда на второй ход, там, либо Волка, либо Археолога по ситуации. Ну, это такое, опять же. В итоге он отыграл двух черных археологов, пока она, ну, один археолог умер, второй археолог у нас пока еще живой. Опять же, несколько опций, можно сыграть. Но я бы сыграл, пожалуй, яйцо из Сквара Вангарда. Да, да, неплохо. А че нет? Если спасаешься от крутилки, есть в руке волк. Можно разменяться сразу баблом. Опа, на Ванклифик. Но он не идет. Давай 5-4. Да, у нас пирожер выходит на стол. Так, сейчас пойдет, наверное, импульс. Импульс 5-4. Импульс 5-4 очень вероятно. В мане неплохой ход. Но опять же, ты рискуешь. Ну, в любом случае, наверное, стоит играть. Какие еще и сочи? Ну, это лучше, чем через сержанта меняться. Можно вскрыть яйцо, допустим, через вообще переполняющую мощь. А вот яйцо бы не вскрывал. Ну, я просто варианты просчитываю. Но это может быть легко закодрано тем же эриком и так далее. Можно через сержанта и, допустим, даже собаку. Может, сквайр авангарда разменяться с пиводжером и сходить там в лицо тоже, допустим. На 4 получается. На 4, на 3 все-таки. Он вообще вот таб выбирает. Таб вскрывает яйцо. Вскрывает? Не знаю. Я бы яйцо не вскрывал. Ну, видишь, ну, несколько вариантов. Вскрывать яйцо ты боишься, по сути, эвикай. Из-за платфери. Если ты... Ну, что-то, какой-то доход... Ну, такой ход. Я не знаю, если его... Везешь, что просто не заходит сейчас из зоулоку, что яды не заходит в фиксы или масло. Можно поставить учительницу, монетка, эвик, можно даже прием, файлфаны, там вообще, можно куча всего сделать. Так как ставим училку, ставим учительницу, ставим... Здесь можно весь стол забрать. Учительница, допустим, прием, эвик. Ну, 2-2 останется, потому что пушка одна. А можно... Нет, пушку можно тоже надеть и поменять. Ну, и типа это бить. Ну, смотри, он сейчас играет преп, играет за... А, нет, не хватает. Я же говорю, не хватит, а пушка не хватит, переодеть. Ну, останется 2-1, получается, на столе. Убирается все равно крутилка. Да, 2-1 не добирается. Тут либо 2-1, ну, бить, либо 4-3. Я бы, наверное, эвика дал, но чтобы 3-5 сохранить. Нет, конечно, конечно. А, первое, хоть у тебя и стол спамится как-то учениками, и более опасное существо убираешь. 2-1 не представляет такую сильную угрозу. С другой стороны, опять же, 16 хп уроги. Так, у нас учительница... Ну, уберутся с этого. Или и так сойдет. Ее убили, и все, все хорошо. И тут смотри, Вань, это противостояние учеников против эмпоффа. По чесноку. За школой будет все равно. За школой будет драка. Но все равно надо менять, иначе там Аргусы пойдут. Конечно. Тут размены идет, Белчер выходит на стол. Еще и Белчер играет Хсикс. А тут наверняка нету крошеров. Крошеров пока мы не видели, мне кажется, без крошеров играет Хсикс, и, возможно, без хиллбота. Хопана! Три торка. На дочку. Не шанс, что вызовет. Выживет, выживет, выживет. Так, последний выстрел, и... Да, пропадает. Станцивка. Я думаю, доволен все-таки своим жонглером в данной ситуации. Можно и училку Ванклиф поставить. 3-5, 4-4 на столе, разменяться с одним импом. Конечно, жонглера не очень хорошо, что остается. Нет, он просто... Убирает Латхипа. Гриб ставит. Надеть муки. И убить жонглера. Не хочет жонглера ставить. Да. 12 хп тем временем. Может дожать здесь станцивка. Нужен какой-то топдек. Ну, жонглер неплох, но не помогает на ситуации. С другой стороны, сейчас заклинания заблочены в данный ход. Станцивки пошел от Хипа, вышел на стол. Ну, смотри. Можно даже Аргус, наверное, поставить сюда. Воткнуть... Пауки Аргус, да? Пауков, Пауки Аргус, да. Честно, правильно только воткнется, чтобы под что он волком может было меняться. 7 хп остается у рога. Да, кстати. И очень сильно нужен... Нет, смотри. Нету второй ауэ зачистки. С таким столом уже сложно будет разобраться. А тут, скорее всего, уже практически все, да? 5-5-2-2 с пушки сюда остается 6 хп. Три офф. Три офф. Это у нас волк, жонглер, если попадет, то все, рога отъехал. Отъехала. Три офф. Ой-ой-ой, ребят. Один, одно попадание жонглера в фейс. Либо что... Ну, и что это? Аргус. Ну, подожди, волк. А, ну да, волк и Аргус вправо. И это 1-1. Станцивка побеждает на зоологе. Молодцы. Вот 1-1 показывает. У нас практически в прошлом все игры были в одну калитку. 3-0, 3-1. Да, здесь первое так чувствуется. Первое, что сразу... Потому что вы за всех силы туда-сюда. Всякие чемпионы, ребят. Не кто-то там, не какие-то там комментаторы, а серьезные люди. Есть даже чемпионы и чемпионов сегодня играют. Да, у нас, ребят, Дог выиграл в первом сезоне и стал чемпионом чемпионов. Прикинь, как Кисикса должен себя чувствовать после победы над Догом. Обыграл чемпиона и чемпионов. Просто на пологе Кисик. Да, там он прям такой сидит, вау. Ух ты. Секрет Апана, в котором там 6-6 зашел, бум зашел, Тирен зашел. Я бы тоже такой, ух ты. И скринчик сделал, знаешь. И в группу какое-нибудь место туда закинул. Типа, смотри, Изи раскатал, вообще не почувствовал. Изи просто не почувствовал, господи. Кто это такой? Друидик у нас у Стенсивки. Я пока не вижу, к сожалению, карт. Пока не видно. Жалко мулигана, конечно, не видно. Ой-ой-ой, у меня что-то. Какой же мулиган. Ух, хотя заходит Дарнас. О, Дарнас все исправил сразу. Сразу легче стало. Ну что, да, изначально рука выведет. Умерло, смотри, не было. Разгон, разгон есть. Все хорошо. Что у Роги? У Роги... А у Роги тоже нормально. А я бы тоже не сказал. Все нормально, у Роги. Таунас выходит в темп. Он видел у него ванклива. Может даже оленя не кинуть. Может испугаться. Может быть Дарнас убить рукой 1-1? Да, потому что Крошер отъезжает от Бэкстелла. Можно Дарнас. Дарнас удар рукой, в принципе, выглядит, на мой взгляд. Он раскидает, и все равно будет 5 маны. Шреддер, 6 мана, пропуск, пока, по сути, по картам. А 7 уже доктор. Которые ответа на него пока нет. Пока нет. Этого не играет. Он опытного охотника, как Сикса. Не видели мы. Скорее всего, только 2 сапа. По дефолту. Да, Дарнас. И с помощью билки у нас убивается. Мак, Крови Талмаз. Здесь крутилочка заходит. Поднимаются клинки, набрасывается яд. В принципе, это существо стараются. Уроги хорошо, 4 существа в руке. Это прям... О, вот он, кстати, ребят. Вот и дроп подъехал. Как неплохо с танцырки заходят по маням. Хотя, казалось бы, изначально рука выведена. Смотришь, две четверки и семерка. Бам, Дарнаска за счет. Бам, тебе ВГ. Потом этот... БГХ еще там пришел. Ну, просто, чтобы был, знаешь, нафиг. Ну, да, на всякий случай. Пришел 4. Тем более, что играет. Вот, например, на какого-нибудь супер жирного Ван Клиффа. Либо Бу Максикса тоже в своей колоде использует. Да, да, да. Бум он уже видел. Возможно. Прошлую игру же он смотрел его? Ну, если следил за своими оппонентами, я думаю, что да, то должен... Нет, нафиг, как серьезный парень. Он прям, видно по нему, что он серьезный. Тем более, сейчас Бум чаще играется в Роги, чем не играется. Это одно время, там, все играли без Бума. Сейчас как-то, ну, большинство играет на деке, там, от Ягута, допустим. Где Бум играется. Либо на каких-то вариациях. У Ксикса дека не Ягута. То есть у Ягута одно масло играется, если я правильно помню. Здесь два масла, у него своя версия, но Бума он в том числе играет. Бума и Ван Клиффа. Не видели мы крошеров пока. Дается крутилка. Играют два существа. Можно... Ну, сейчас, да, он сыграет Ван Клиффа. Так, и Ван Клифф будет у нас какой? По итогу 6-6. Грамотно, грамотно сыграл Ксикса. Не подставившись под БГХ. Но есть в руке у нас Киперы. Но, правда, на седьмой ход хочется не Кипера, конечно, играть, а что-то, что-то типа Бума, либо Древа Мудрости. Этот, ну, как бы, ход Ван Клиффа, выставление Ван Клиффа на стол как-то стопит станцифку немного, потому что теперь он задумывается, есть ли смысл играть вообще. Лор точно бессмысленно играть, он легко разменивается. Бум тоже, я бы не сказал, что сложно. Бум, ну да, он умирает, и все. И вот... Поэтому придется Кипера, наверное, отдавать в Сайленс. Я думаю, да. Но Бумчик, он что-то сильно дешево уйдет. Против рожки-то можно не придержать. Пусть там сапнет. Ну, простое решение у нас. Все-таки... Все-таки Сайленс. Сайленс, да. Возможно, думал БГХ отдавать, но БГХ отдавать не сайл. Куда? Куда отдавать БГХ? Темпа, что ли, БГХ? Ну, типа, да. Против рожки сейчас БГХ выставить на темп. Ну, а что? Смотри, можно 2-2 в 2-2, монетка, агент в 2-4, у нас 5-4-3-3 на столе. Да, отлично. Размен 5-4-3-3 на столе, пустой стол. Ух, друзья, как тяжело. Тяжеловато вот с этими с рогами, когда у них 4 существовало, в этой руке даже 5. Вариант у кокидай хихихи, и в ответ... В ответ у нас только Лодхип, наверное. Чтобы сохранить стол. Ну, Лодхип, клинки, убить одну бомбу. Можно, да, в лицо всеми сходить, убить одну бомбу, поставить Лодхипа. Типа такого. Бума, ну, Бума, наверное, не будет разменивать. С другой стороны, если бомбы летят в лицо, бомбы он точно будет разменивать. Не, ну, Лодхип как бы застопит. Нет, я бы в лицо просто пошел, монетка 1-1 и Лодхип. Вот серьезно. Не хочу меняться с этими бомбами. В раз такую бомбу 3-3 в 1-1, умирает 5-4, ты расстроенный сидишь. И тебе грустно. Вот сейчас смотри, хоп, и вот один дамаг. Ну, да, такой вариант развития событий выбирает Ксикса. 18 хп у друида. Комбой пока даже и не пахнет. И как бы теперь что-то нужно думать для станцирки, потому что стол сильный очень у Ксикса. Тут можно тоже отъехать в любой момент уже. Ну, да. Олень у нас, да, в 5-3, бомбочка. Смотри, смотри, смотри. Бомба, 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 бомба. А, нет. Мимо. Значит, таунт надо ставить. И вот за один ход друид уже сверху. А тут такие качели туда-сюда бросаются. Ну, да, тут. Но теперь вот сейчас сложно будет разобраться Ксикса. Ну, посмотрим, что с топдека зайдет. Преп. Можно монетка. Преп, спринт. Но это ничего не даст. Ой-ой-ой. А если там, кстати, зайдет рев? 4 соленья, 6 отсюда, 10, 9. Да, он налетал. Если это зайдет и на рев, то летал. Так как он сейчас никого не убивает. Монета. Все-таки. И вот же. Сейчас топдека рева. Возможно, он даже гнев пустит на добор, чтобы найти рев, который... О, нету, нету, нету. Ну, тут либо дракон. Дракона можно найти. У тебя два шанса. К сожалению, я не вижу, ребят, сколько там карт осталось в колоде. Ну, можно рискнуть. Можно деревом добрать две карты. Но дракон как-то смотрится, получит. Потому что, если не придет рев, можно там и дракона гнев отбрать. Да, наверное, дракона гневом убить. Хороший вариант. Так, это пинки нет. Но все равно это хороший размен для станцифки. Хороший, но вот убивать надо было сейчас. А то сейчас преб-спринт добирает. Еще шанс. Нет, он не в добор играет. А, не в добор. Она там, кстати, не хватит. А до ванов будет, потому что сурки не получится на три сходить уже. Надо было с дракона ловить. Не, нормально. Он максимально очистит стол. Возможно, даже бумажь по четыре отдаст. Нет, четыре-шесть, три-четыре. Четыре-шесть. Бума, бума. Сохраняет. Ну так, под этот подставляется. Сейчас Блэйдфюрин идет. Открутилку. Ну, с другой стороны, четыре-шесть целый сапнул бы. Так. Ой-ой-ой. Что-то как-то проблема у Сигса. Бэкстепт. Подожди, дракон. Ох, еще бы. Ой, ребят. Преп нужен бы второй, да? Был бы просто прям, о-о-о. Прям край газом. Ход на бэк, дракон, преп, фаны. Все, чистый стол. Препа нету. Преп только что у нас ушел. Не хватает двух маны. Да, непростая ситуация. И тут уже... Ну, а что делать? Крутить просто фан. Вдруг с дракона преп придет, прикинь. Нет, не решается. Крутят фаны. Это училка. Это училка. И что делать? Сап. 2-1 польза танцевки. Дракона. Там сколько у меня получается? В спине семерка. Остается... А, восемь, кстати. Подожди. Еще не звонил. Еще восемь. Ванов. Еще ванов. Значит, надо восьмеру донести. А, вот она, да. 2-1 станцевка побеждает на Друиде. Вот он, кстати, Рев был рядышком. То есть, если бы он на прошлый ход сыграл Древо на добор двух карт, он бы... Не, все равно не хватало. Не хватало. Одного урона. Я посчитал, что там с руки надо было еще. Да, ну, все равно сильно, сильно на Друиде отыгрывает у нас. Молодец. Станислав, молодец. Вот, вот все, все молодцы прям. Ну, Вань, не зря же чемпионы там. Ну, да. Представь, Саш, ты сейчас у нас... У нас, между прочим, ребят, кто не знал, Александр играет в профессиональной команде, Price. Кибер-спортсмен. Да, кибер-спортсмен, в отличие от меня. И он может выиграть какой-нибудь крупный турнир, и я буду сидеть и комментировать, и смеяться над его ходами здесь. Представляете? Это вообще не просто... Будем сидеть и смотреть, как там Саша. Рофли, рофли. А даже если Саша не выиграет турнир, все равно у вас всегда будет возможность рофлить там. На стримах там и так далее. Это вот в любом случае был выигрыш. Вообще, позиция вот комментаторов, либо просто аналитиков из чата, она вот такая всегда плюсовая. Ну, конечно. Зачем мне еще нужно? Когда я не стримлю, я в чате считаю, влетало. Нет, я не превращаюсь. Влетало считателя. Смотри, монетка, агент может пойти туда. Так, третья... Четвертая даже у нас игра. Хантишка. Расчехлил Хантишку с танцевкой. Кстати, там же этот... Гибрид-хантер, да? Да, гибрид. И бипрогномы есть, и шреддеры. Но мы не видели хаймейнов. То есть, скорее всего, это все-таки, наверное, я рискнул, предположить, что могу я называть эту деку все-таки фейсхантом. Ой, сейчас опасно было. Ой, ой, ой. Опасно, да? На опасных дорожках. Потому что, ну, нету тяжелых дропов. Мы не видели ни хаймейна, ни даже латхиба. То есть, ну, игралась такая вариация. Я помню, такая дека от Клента. Он причем пробовал на турнирах даже этой декой играть. И, насколько я помню, не очень успешно. Ну, те турниры, по крайней мере, которые я смотрел. То есть, тут все-таки гибридов, они, ну, не тянет немножко. Львов не завозят. Там Шреддер. Шреддер не идет в лицо сразу. Ну, да. То, что из него вывалится, может лицо сходить. Тут, конечно, косяк. Но вывалиться может Реон Шреддер. Не надо. Не ступай на эту дорогу. Пусть будет гибрид. Не трогай. Ладно, окей. Не трогай его. Эх, дракон бэкстоп не получается. И крош выходит на стол. Еще бэкстоп агент в 4-3. Можно бэкстоп фан. Можно бэкстоп агент. Все-таки агент, чтобы на столе что-то было. Ну, что на следующий год можно сделать дракон, преп и фан. А вдруг он тебе поставит какой-нибудь... Фан на 2 неплохо. Ой-ой-ой. О, баблер. Мини-бот. Такой неприятный дроп для ксикса и, собственно, приятного для станцифки. Все в бабле. Все защищено. Можно сыграть, кстати, жунглер серебряный. Рыцарь. Нет. Может быть, с пушки по нему. Лук. Луком забрать. И просто даже обилку прожать. Ну да. Баблерку сейчас останется. Лук-обилка. Бабл. Да, кстати, лук-обилка, наверное, нормально выглядит вполне. Добирается. ШРУ. Да, обилка. Мини-бот фейс. Здесь Белчер. Белчер тоже отъезжает со слизью? Не-не-не, Белчер 100%. Я знаю, да. Не знаю, я дракона бы оставил еще на преп и там, на фаны. Просто дракон точно так же отъезжает. Ну, правда, в дракона вряд ли он будет разменяться. Но он может не... Там, Тигра. Тигра. Слушай, ну, теперь точно, точно гибнет. Ты заберешь свои слова. Ребята, я был неправ. Я ждал этого. Все-таки это просто какое-то неважное. Тигра играет. И плохо. Плохо. А хаймейнов при этом мы не видели. То есть хаймейн тяжелый дроп, а тигр как-то норм. А тигра хорош в стелсе сидит и прячется, ждет. Ждет летала. Тоже верно. Давай ли про гнома, не бойся. Он попадет по-любому. Ли про гнома. Нет, он попадет, просто нужно выдержать паузу. То есть тут же нужно ставить такой пол-фау. А, если сюда пройти. Да, он. Если сразу бросишь, 100 губов мимо. Мимо полетит. Ждет летать просто прицелиться надо. Опа. И две пушки у нас все ушли, кстати, на размен. Зимите, ребят. Посчитайте, сколько это дамага. Двенадцать дамага. Просто двенадцать дамага. Причем, смотри, он пожелал сохранить бабл и принять лицом этот дэмэдж. Но не хочет от Блэдфюри умереть. Ну, в принципе, правильно-правильно боится. Так, преп, фан. Преп, фан был сейчас, что ли? Почему тогда бэк не дать в этого, в джентглера? А, он крутил. Потому что он крутится будет. Все, фулл зачистка, понял. Понял, Семен Семенович. Семнадцать хп, смотри. Семнадцать хп, смотри. Семнадцать хп вроде нормально, но с другой стороны тигры туда сыграет очень здорово. Тигр очень крут здесь, прям вот, прям вот. Тигр опилка. Тигр ты даже сапнуть не можешь. Вот вышел бы хаймейн, и он бы сап словил. А тигр реально тут смотрит. Ребята, новая мета, быстрее крадите, пока не украли завар. Хаймейнов удаляйте из коллекции. Все украдено, все, пылите, пылите все тигры. Всем тигры. Посмотрите, что творит. Два года, даже три года спустя. Тигр будет в мете. Хотя я помню, тоже настылся какие-то там были. Да и пробовали играть, и что-то как-то отказались от них в свое время. Так, здесь команд и чарджер. Чарджер добивает слизь, на пять ходит в лицо тигра. Отбилкой остается 8 хп у валиры. Придел сап, бэкстоп и 6-6 будет у нас. Ванклиф, но неплохо. Неплохо, неплохо. Ванклиф поменять клинки. На следующий ход ты ханта не убиваешь. Если он сейчас ставит тигру, большой шанс, что хантер завалит на следующий ход. Да, был еще один, вышел, скорее всего, одного. Два хода у ханта, у рожки, не знаю, пока. А, ну вот, все, тигр выстрел. Так, ну а что тут думать с танцевки-то? У него вариантов особо нет. Ванклиф, он с доски никак не убирает. Тигр, он думает, тигр... И шредер, что ли? Шредер, да, потому что, типа, ты с кикшота залетаешь на следующий ход. Либо тигра бил, наверное, тигр шредер. Тигр выстрел, получается, 6 хп у него будет. Он еще считает, наверное, форсиров еще, если он похилит на троечку. Кстати, форсиров, по-моему, тоже ксихса не показывал. Он вообще, по-моему, без хила играет. Очень агрессивная версия. Ну да, видимо, он просчитывает все-таки какой-то отхил. То есть, если там не будет форсир, то, наверное, нужно обилку прожевать. А, возможно, вообще сразу обилку и квикшот отдаст. Чего? Чтоб, типа, от лодхиба? Ну, вообще, типа, да. Что вообще, смотри, какой наглый. На всю ману. Нет, смотри, так и ходит, а что? Там какой-нибудь лодхиб, еще что-то. Так, лодхиб, квикшот, получается, у нас идет на 7 и выстрел. Все равно хватает. Ну, все равно хватало бы, да. Ну, тут он сыграл, знаешь, типа, ну так. Вот это мне нравится. Он сыграл, ну так. Не, ну чисто в ману потратить. Я могу потому что. В ману потратить. Знаешь, как у Трампа была в свое время пунктик такой, типа. На всю ману сыграть. По эффективному использованию маны. Здесь что-то похожее. Ну, что, ребят, 3-1 у нас. Побеждает, да, у нас танцевка. Уверена достаточно. Следующий, Калента у нас будет играть. Будет играть Калента против... Дога. Против Дога. И, ребята, справедливость вас тоже доставала. Больше не будет никаких спойлеров, потому что англоязычная трансляция ставит тоже 10-минутную задержку. О, как, о, как. Понятно? Заходят там, где качество, там задержка. О, там все, не задержки. Получите. Распишитесь. Распишитесь. Подожди, Калента, кто он? Калента Дог же у нас. Калента Дог. В лазерах, да. Все правильно. Станцевка, получается, у нас уже проходит в плей-офф. Аксикса ждет победителя пары Калента Дог. Ну, что скажешь? Как тебе эта пара? Калента Дог? Нет, прошлое. Прошлый матч. Ну, Станцевка достаточно уверена, как бы, победил. На, это, на Друиде у него был, была сильная игра, опять же. На Друидах только, только сильные игры, ребята, всегда решают. Ты тоже не любишь Друидов? Да не, я на самом деле люблю. Я к ней вообще спокойно отношусь. Я читал твой пост, во многом согласен просто. Люди набросились. Людям надо кого-то ненавидеть. Секрет Палов, знаешь, Секрет Палов устали ненавидеть. Надо кого-то еще, о, два года с Комбой. Я, кстати, согласен с тем мнением, что вот если абстрагироваться в свете нового обновления, если, типа, не учитывать новые карты, что, типа, некорректно, да. Многие вот так вот сейчас пытаются вести себя, не учитывая новых карт, пытаются, там, кричать, а, Друид будет им бой, потому что Комба, как бы, Друид откровенно страдает меньше всего, да, вот нервы карт, какие-то вот убирания. Кто страдает? Друид меньше всего. Да, к ней и так все нормально. Тени и так же поменяет на этих, уборочных големов, это на едики шреддеров, не особо не парится. У меня всегда есть Комба. Главное, ставь на стол по мане, иди по мане, по Курве, а потом добивай Комба. Мне кажется, в свете вот этих событий, как бы, такой негативный хайп пошел вокруг Друидов. Типа, им ничего не уберут? Да, но опять же, тут совсем... Мы не знаем, что будет, что за карты. Да, корректно говорить, потому что непонятно, что за карты ведут и какие карты понерфят. Я, кстати, не удивлюсь, если понерфят каким-то образом все-таки Дикерев, вот. Не знаю, не знаю даже по поводу этого. Столько... Посыдываем, посыдываем. Я не помню просто, сколько играю уже, ну почти два года, я читал постоянно форуме, там жалобы на отдельные колоды. Я не помню отдельного такого вот рейджа прям на Друидов. Было голосование у меня, там еще у стримеров, там в различных пабликах по поводу, какая колода сейчас самая сильная и какую вы считаете, там, типа, нечестная, там, плохой. За Друида не так много голосовало, там, 3-5%. В основном брали хайдлайнера текущего, текущего мета, типа, патрона там, там, ну так, какие-то канцеры, таких магов, да. И сейчас просто началось это, то есть, ребята, ничего себе, так там что, 14, дождите, сколько? 14? 14? А почему это не... В смысле? И пошел на форумы. Прогиб, двойная комбала еще там на 22. 22? Это три карты 22? Как мы раньше жили, товарищи, как мы раньше жили? Бегом все жаловаться. На самом деле, да. Мне сейчас трудно говорить, что это в будущем адоне, потому что я не знаю карты. Обычно, когда анонсировали какое-то новое приключение или патч, делали какие-то, ну, карты, там, по неделю, там, в неделю показывали по 10 карт. И может было что-то придумать, смотреть. И то, я опять же жду, когда все выпустят. А сейчас, ну, ребят, это, не знаю, гадать на кофейной гуще, что будет дальше. Ребят, у нас пока перерыв, просто мы вместо дабстепчика, вместо музыки, тут у нас небольшая аналитика по текущей мете, по хейсику, я понимаю, что кому-то это не нравится. Мы можете просто убрать звук и заниматься своими делами, потом вернуться к нам на трансляции, где уже будет играть Каленто против Дога, матч нижней сетки, матч лузеров, как говорится. Каленто 0-3, отъехал так. Да, на Малилоке. На Малилоке. Да. Посмотрим, сумели собраться, Александр, ну, я думаю, что... Интересно, как ты думаешь, он первую игру на Малилоке продолжит или сменит деку? Не знаю, я думаю, что сменит. Вот он прям упорно-упорно пытался это пить, как-то безуспешно. Ну, кстати, с таким, не знаю, с лайнапом, который игроки принесли, Малилок как-то не очень выглядит. Она интересная дочка, такая комбо-колода, но у нее хороший мидгейм. Ну, я не знаю, по поводу стабильности сейчас ее. Сейчас, наверное, Реналок более стабильнее будет и в ладере, и в мете. Да, есть, конечно, ребята, которые там на Малилоке топят, капец, там, заезжают, но я не так часто их видно в ладере. Ну, по крайней мере, вот... В ладере, да. Ну, по турнирам я смотрел, но я не знаю, ребят. Малилок, вот, в основном, коленто прям отличался и такой, выходил на Малилоке. Время, все сильно ему нравится. В ладере, что там говорить? О кого сегодня? Секрет Палы, Друиды, Темпа Маги, все. Больше никого не видно. Ну, Зушек, Зушек много. Не так уже, что-то много. Да, контроль Вары, кстати, появились. Да, вчера, кстати, у товарища тоже колентотыграл у нас на Варе и появилось сегодня много Вар через Лизу, через звездочета. Я сегодня встретил, по-моему, три штуки. Поэтому, вот, ребят, пробуйте, готовьтесь, берите колоды у стримеров, берите колоды в различных пабликах и вперед, вперед. Парни, ты же должен сказать, не наоборот, не берите, а придумывайте свое, что-то новое. Да, да, да. Просто экспериментируйте. Придумывайте колоду в 2006-м, там, фо-хэт. Ну, а что, знаешь, взял там Друиды, поменял одну карту, взял там, легенду взял там, или там топ какой-то выложил нахер спам. Вот, смотрите, там, новая ДК Друиды. Ребят, новая информация, не будет задержки и три минуты. Они не передумали. То есть вообще без задержки? Нет, нет, она остается три. Ребят, я не знаю, серьезно. Я постарался сделать по максимуму, чтобы все было хорошо и правильно, и как мне сказали, а в итоге... Отличная организация. Нет, все нормально, но все-таки, ребят, первые дни. Ну да. Ничего страшного. Я потом, ребят, ВКонтакте напишу, чтобы не было вопросов. Не кидались меня различными предметами, что за что я там плачу деньги. За интернет. Заверните мне эти три часа. Ребят, если у вас какие-то проблемы, то вы звоните по своему провайдеру и требуйте деньги от них. Руки, звонишь, да, это... Типа, алло, алло. Просто далеко мы... Тут стримера не слышно. Его кастик друг друга слышно, а стримера не слышно. И картинка не в 60 фруклей. Верните мне мои там... Что делать? Рубли. Нажми тянулись, если хотите услышать оператора. Алло, алло. Нажмите один, если стримера не слышно. Нажмите два, если не слышно. Я вам с кастера. Нажмите три, если... Поменять кастеров. Да, да, поменять кастеров. Если кастеры 26 ранга. Нажмите пять, если был летал. Да, вот это, кстати, неплохо. Нажмите шесть, если точно был летал. Я надо такого вот так бота настроить через цифры. То есть, потом просто после каждой игры, после каждого стрима можно собирать, делать статистику. Ну, сейчас просто превратится в цифры. Потому что можно, в принципе, действия и комментарии описать. Нажмите девять, если вы не знаете, что крафтить после бума. Нажмите восемь, если у вас вопрос, на чем взял легенду. Нажмите семь, если где посмотреть деки. Нормально. Там, нажмите восемьдесят и прослушайте новую историю про банк. Смотри, это идеальная система. Вообще, ну, как бы... Можно вообще на чат, да, не обращать внимания. Просто бот. Просто будет бот. Вместо телефонистки будет бот отвечать на все. Вот это тема. Да, идеально. Нажмите там триста, если... Нет, это плохо. Нажмите двести пятьдесят, если вам надоело Рокобили. Прикиньте, ребят. Нет, Рокобили не может надоело. Рокобили... Представь, кто-то зайдет на стрим, а он такой, блин, а ему Губин, например, нравится. Ко мне приходили такие... Да? Нет, ну Губин всем нравится. Губин уже не торт, кстати. Ты же знаешь, что он превратился в... ...сурового мужика. Да, 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 я слышал. Про это, сыровый Губин. Суровый Губин, ребята. Да, там, и Губин уже не торт. Хотя, наоборот, наоборот, может быть торт. Такая вот аналитика. Ну, я так понимаю, что нас ожидает еще сегодня два матча. Собственно, сейчас встреча Калента и Дога, после чего победитель этой пары встретится с Ксикса и уже победитель пары Ксикса, Калента или Дог, как выйдет в плей-офф, где уже есть станцифка. Станцифка первой игрок, которая вышла из группы. В плей-офф. Молодец. Второго сезона Чемпионской лиги. Ну, у нас, да, ребят, впереди еще три и три дня. Это завтра, четверг и пятница, где будут отыгрывать группы. Между прочим, завтра будет играть... Так, у тебя список вообще не открыл, сейчас я посмотрю. У нас завтра же будет играть Павел, если не ошибаюсь. Да, Павел точно будет играть. Там Павел Хойш будет играть. Ердию и Екоп. Представляете, ребят, вот такие его дела. Павел-то как пробился. Тот самый, эх, ребят, тот самый Пашка-то, помните? Он там топ-1 брал на присте, потом в Эмпайр был, на Мальдивы съездил. Провожали всем двором на Мальдивы. Провожали всем двором на Мальдивы. Проживали всем двором в Прагу. Там, к сожалению, у него не получилось. Сейчас он здесь пробует себя. Видите, ребят, как Пашка-то пошел. Павел очень сильную игру показывает. Сейчас он, кстати, без команды. Да. Стим Эмпайр. И, кстати, ходят слухи, что готовится что-то страшное, интересное в мире отечественного Хардстоуна. Несколько сильных игроков, которые сейчас без команды. Возможно, объединятся под одним названием. Имеется в виду, в первую очередь, конечно же, Павел и Штанудач. Я думаю, что именно этих игроков в первую очередь ждут любители Хардстоуна, когда они продолжат выступление под знаменем какой-то команды. Ну, я думаю, мы узнаем это скоро. Да. Пока только слухи ходят вокруг всего этого. И очень интересно, что же по факту будет. Так. Ребят, все. У нас сейчас ребятки будут попробовать тестовую игру. И скоро мы будем начинать. Ждите, ждите. Мы ждем, и вы ждите. А у тебя ближайшие когда тоже турниры? Когда у тебя там? Да я же пробую маленькие турниры. А, еще так? Пробуешь? Да, да, да. Ну, ничего. Все с малого начинается. С Паши он тоже пробовал. Не, ну там все рофлят уже. Да, твары на киберспасе. Да, ничего. У меня тоже рофлят. Приходят, как там? А сколько, сколько близко этого? А, ха, ха, ну понятно. Я тоже припределил. Я, собственно, это и не припределил. Сколько близко? Я как бы пробую, я показал. Это неплохо. Ну, ничего. Саша, потом, знаешь, ты только возьмешь и рукой им потом помашешь слона. Они такие, блин, ничего себе. Я был так неправ, как мне жалко. Нет. Да, да. Не будет поймать. А ты, у тебя же, ты ежеднев в команде пока, да? Да. А у тебя есть с кем тренироваться? Нет. В смысле, ты вообще не тренировываешься? Ну, в смысле, я тренируюсь один. Один. У меня нету такой, ну, грубо говоря, у меня нету тренера, да, там, который будет. Ребят из чата. У меня ребят из чата хватает. Кто будет тренером? Личным тренером. Не, ну, шутки с шутками. То есть я, по сути, начинаю с самого начала. То есть мне, ну, как бы, где-то тяжело. Опыт имеется, но где-то тяжело. В первую очередь, даже не в плане тренировок, просто наигрыша турнира. Ну, вот, начиная вот с мелких турниров, вот, и каких-то более серьезных. Но я вот покатал несколько турниров, там, таких мелких, там, на V-Play, кстати, там, V-Play Cup, там, второе место взял. Пошел, вот, сходил на Героя Таверны. Так. Турнир, который проходил LAN в Киеве. Ну, там вылетел в 1.32, по-моему. Ну, сейчас буду пробовать тоже играть. Зарегистрировался на Spring Tavern Tales, на квалификацию. Опять же попробуем свои силы. Ну, потихоньку пробую играть, что получится. Будем просмотреть, как говорится. Главное это что-то делать. Да, желание как бы есть, пробуем, а там как пойдет. Главное это желание. Я согласен. Там все пошло, аналитика от нас про друида. Я не буду это читать, там начнется ладо. Ты еще не привыкшись к аналитике нашей аналитики? То есть, смотри, мы выдаем аналитику, потом эту аналитику анализируют аналитики из чата. То есть, они оценивают нашу аналитику, выставляют какие-то баллы, и как бы это нормально. Потом еще должна быть какая-то еще одна студия аналитики, которая будет оценивать работу аналитики, студия аналитики в чате, которая оценивала нашу аналитику на стриме. Я думаю, вот так вот было бы идеально. Неплохо, кстати. Больше, больше аналитики, ребята. Чем больше аналитики... Скоро, эти, пойдут угольники, шестиугольники будем рисовать. Там, идти в лицо, там, контролировать стол. Там, что еще, там, размены и так далее. Кто в чем силен будем уже рисовать. Какой игрок в чем силен. Вот это будет топовое. То есть, будут кастеры. Да, да. Сегодня у нас в гостях, там, допустим, Иван Мелимен. Ты в чем силен, кстати, Иван, не напомнишь? Я силен? Не знаю, в чем вообще я силен. В чем? В историях. Итак, сегодня у нас студия аналитики. История могу рассказать.